Землетрясения и цунами, лавины и наводнения. И все это глазами детей. В Чебоксарах открылась международная благотворительная выставка рисунков «Дети в чрезвычайных ситуациях». Когда речь идет о выставке детских рисунков, люди обычно представляют себе незамысловатые работы с солнышком, цветочками и домиками. Однако у этих рисунков другое содержание. Уже в 13 лет обычный московский школьник Женя Бессараб знает, что мир хрупкий. А вот так выглядит война глазами четырехлетнего Саши. Дети из разных уголков России, в том числе Чуваши и других стран, попытались представить, каково это, когда над головой вовсе не мирное небо, а земля уходит из-под ног. Теперь их работы можно увидеть на выставке «Дети в чрезвычайных ситуациях». Я нарисовала землетрясение, потому что большинство в таких городах, где происходит землетрясение, там много людей погибает. Я сам никогда не испытывала этого. Много раз видел на телевизоре по новостям. Ну а кто-то из участников выставки с темой своей работы знаком не только по телевизионным передачам. «Я нарисовала наркотики, описала своего друга, потому что он тоже употреблял наркотики. Вот я хочу, чтобы он посмотрел на себя. Хотела на черном белом нарисовать специально, а не цветное, чтобы не было. Это приятно». Наши дети, они неравнодушны ко всему, что происходит в жизни, в окружающей. И им было очень интересно нарисовать то, что они чувствуют их отношение к этому миру. Отношение к тому, что не все благополучно в этом мире, что происходят такие ситуации, когда приходится детям выживать. И они вспомнили Беслан, нарисовали здесь работу. Вспомнили наводнения, которые были вот сейчас. Они по-другому смотрят на жизнь, не как мы. Более отзывчивые даже. Специалисты отмечают, рисунки на выставке детские, но побывать здесь стоит взрослым. «Почему мы до сих пор 10 лет уже эту выставку проводим не только в России, но и за рубежом, потому что, к сожалению, проблемы войны, террора, пожара, землетрясений, цунами, вы знаете, эти проблемы остаются. И человечество пока не в силах с ними справиться. Нам бы очень хотелось, чтобы вы помогли взрослым, или когда сами станете взрослым, справиться с этими проблемами». Эту выставку уже видели в Москве, Ванкувере, Лиссабоне, Праге и Стамбуле. И на Чебоксарах путешествие детских работ не закончится. В столице Чувашии выставка пробудет до середины ноября. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика.